Всем привет! Меня зовут Лира Занилова, я из Ташкента, выпускница 2-го школы на Митинге Кабар-Ижа. Закончила я университет мировой экономики и дипломатии, факультет международного отношения. После окончания университета некоторое время я работала в сфере коммуникации, и именно поэтому я бы хотела сегодня остановиться на том, как сфера коммуникации может повлиять на восприятие людей и как она важна при построении грамотной... а при построении имиджа своего государственными органами. Здесь я хотела бы сразу сказать, что мой вебинар, он основан не на концепциях, теориях и не на парадизмах, а чисто на моих наблюдениях. Условно вебинар разделен на две части. В первой я расскажу о том, почему я думаю, что элитам важна коммуникация, а во второй части я бы хотела остановиться уже на более практических примерах из опыта Узбекистана. Итак, почему же элитам нужна коммуникация? Здесь вы можете увидеть пункты, которые соответствуют больше демократическим странам. И так как в демократических государствах правительство в основном формируется за счет выборов, а недовольство населения может привести ко всяким казусам, скажем так, к отставке чиновников, как добровольный, так и вынужденный, то чиновники реально заботятся о своем имидже. Во-первых, элита, я считаю, что нужна, точнее, элите коммуникации нужна, чтобы информировать население о деятельности государственного органа. Обществу постоянно нужно рассказывать, показывать, что делает ведомство. Это своего рода доказательство того, что вы готовы общаться. Если вы не общаетесь, то общество будет додумывать само за вас, и иногда эти додумки очень даже негативные. Во-вторых, посредством коммуникации элита получает такой некий фидбэк за свои действия, как положительные, так и отрицательные, и в случае необходимости она может как-то скорректировать свой курс политики. И здесь, как пример, можно привести пенсионную реформу Макрона, которая показала, что не все люди согласны с его проводимой политикой, и он уже внес некоторые корректировки в эту свою реформу. Посредством фидбэка повышается вовлеченность населения в социальную и политическую жизнь государства, и тем самым население участвует в нормотворчестве государства и формировании политики страны, что в свою очередь помогает поддерживать более-менее высокий уровень доверия правительству, а уровень доверия населения к правительству в демократических странах играет очень важную роль, потому что от этого зависит ваш имидж. Готовность к общению также демонстрирует транспарентность, что значит, если есть какие-то упущения у правительства, у власти, то готовность к общению показывает, что вы готовы работать над ними. Ну и, конечно же, это популяризирует решение, потому что любые инициативы в демократических странах, оно должно получить поддержку населения. В то же время, почему же коммуникация не совсем важна для авторитарных стран? Это, во-первых, в авторитарных странах отсутствует фактор реальных выборов, то есть элита, она не печется о своем имидже, да. Кроме того, политической элите в авторитарных странах присуща топ-даун-аппроуч в принятии решений, что значит, любые инициативы, они спускаются сверху вниз. И ни у кого, в принципе, не возникает желания противоречить, или никто даже не спорит, нужно ли это решение стране, или не нужно. Таким образом, в демократических странах стараются поддерживать все имиды коммуникации, в то время, как в авторитарных странах люди, в том числе политическая элита, она старается избегать этой коммуникации. Так, тем временем, в Узбекистане. Дальше следующая часть посвящена тому, как госорганы в Узбекистане, они пользуются коммуникациями на данный период. Почему я выбрала Узбекистан? Потому что наша страна сейчас находится в очень таком интересном переходном этапе, и на опыте Узбекистана мы можем увидеть, какие ошибки допускают в построении коммуникационной стратегии. Как вы видите, долгое время у госорганов было именно такой имидж, по моему мнению, потому что к ним, к чиновникам, нельзя было не поступить, нельзя было с ними пообщаться, а взять у них интервью, это вообще было вверх фантазии, и они напоминали собой некую такую крепость, которая вообще годами стоит, никто ее не может взять. Но, однако, за последние годы происходят у нас изменения. По моему мнению, это очень даже положительные изменения. Во-первых, чиновники начали выходить в свет, люди начали их узнавать, они начали общаться с гражданами, и давать интервью, выражать свое мнение, они стали более открытыми. Здесь я привела несколько примеров в виде фотографии. В первой фотографии вы увидите двух мужчин. Это безволосый Никита Макаренко, один из известных, довольно-таки, в видеокрестания блогеров. Рядом с ним стоит Шерзо Кудбив. Сейчас он является советником президента по кадровой политике, но когда была сделана фотография, он был министром труда. Вторую фотографию, я думаю, можно долго не комментировать. Здесь центральную персону, наверное, вы уже все узнали. Рядом с ним стоит Хушн-Узбек. Это тоже один из известных блогеров в узбекском сегменте. И за один миг собрались блогеры. Данная фотография была сделана во время международного съезда блогеров в Узбекистане, точнее, в Самарканде. Далее я бы хотела обратить ваше внимание на длинный вот этот вот скрин на черном фоне. Это обращение Хакима Миробадского района. Хочу заметить, что данное обращение сделано от первого лица, что немаловажно, потому что до этого Хакимы вообще не делали заявление, тем более от своего лица. Еще одним положительным моментом я считаю, что чиновники начали ходить в гости на различные программы, где не всегда им могут задать удобные им вопросы. Одной из таких программ является Альт-Регу. Как раз здесь на фотографии слева, снизу вы можете увидеть двух мужчин. Первый – это Шерзот Шерматов, министр народного образования. Второй – это Киро Альтман, у которого есть программа Альт-Регу по типу Будя. Кстати, Шерзот Шерматов является не первым и не единственным, кто ходил на его программы. К нему еще ходил Хаким Ташкент, Канила Ламджан, директор Агентства информации и массовых коммуникаций. И последняя фотография показывает, что наши чиновники наконец-то научились пользоваться плодами развития технологий. Здесь вы видите троих человек, и все они в очках. Вот слева, где сидит один молодой человек, это Дэкзок Хашимов, который берет интервью одновременно у двух наших чиновников. Сверху – это Тимур Ашметов, министр финансов. Снизу – это Джамшут Кичфаров, бывший министр финансов. Ныне он министр экономического развития и борьбы с бедностью. Здесь они обсуждают последствия, экономические последствия коронавируса COVID-19. И необходимо отметить, что такие интервью, они начали появляться чаще. Кичфаров, например, дал уже, не знаю, сколько, 4-5 интервью, наверное, для разных издательств. И также я бы здесь хотела отметить еще один важный момент, очень положительный момент, я бы сказала, что госорганы начали реально прослушиваться к мнению населения при разработке своих законопроектов. Недавно ГНК совместно Центробанком они разработали проект закона, где, в котором говорится, что по запросу ГНК физические банки должны передавать данные карточек физических лиц в налоговый комитет. Естественно, поднялся хай-пай, и в итоге законопроект сняли, отправили на заработку, хотя обсуждение было открыто до 21 апреля, то есть до сегодняшнего дня, его сняли преждевременно, ну, то есть раньше временно. Все эти положительные тенденции, они породили необходимость развития прослужб. И вообще в Азбекистане появилось понятие прослужбы и коммуникации. Где-то в прошлом году было принято постановление, в котором пресс-секретарь к осуществления, он приравнивался к советнику-руководителю осуждения. То есть если пресс-секретарь работает в министерстве, то он является советником министра по информационным вопросам. Все эти положительные моменты очень, конечно же, радуют, но в то же время остаются некие упущения у пресс-служб, на которые, на мой взгляд, нужно обращать больше внимания. Дальше мы поговорим как раз-таки о этих упущениях. Итак, на мой взгляд, важно помнить, что коммуникации это не просто копия постановления. Многие годы госусреждения на своих сайтах просто публиковали текст постановления или указы президента, которые так или иначе касались их деятельности. И все. Дальше ничего не было. Ни объяснений, почему это постановление принято, зачем оно нужно, на что оно направлено, результаты. Ничего этого не было. Ни оформления толком их сайта не было. Кстати, многие сайты в том случае движения до сих пор остаются на этом уровне. И также важно отметить, что уже давно появились новые инструменты, такие как социальные сети, не знаю, видеоинтервью, интересные пресс-релизы. И это все относится к коммуникациям. Хотелось бы, чтобы госорганы больше пользовались такими видами инструментов софт-фалла. Таким образом, я бы хотела сказать, что коммуникация это не просто публикация текстов, нет. Это целая стратегия, которая включает в себя различные аспекты. Затем важно помнить, что не все люди чиновники. И когда госорганы делают заявление, конечно же, лучше использовать так называемый человеческий язык. Я здесь хотела бы обратить ваше внимание на два скрина. Давайте сначала рассмотрим первый. Здесь этот скрин взят из заявлений Министерства финансов, точнее, из их сайта, где они говорят, что прошел круглый стол. Вот если вы видите, они жирно выделили по исполнению пункта такого-то, такого-то указа президента, номер какой-то. Если вы обратите внимание, весь этот абзац – это одно предложение. И пока дочитаешь, значит, дойдешь до конца, можно забыть конец этого заявления. Таким языком, да, пользуются. Они пользуются канцеляризмами в внутренней переписке между госорганами. Но нужно понимать, что когда государственный орган общается с населением, нужно использовать простой язык. Чем проще язык текста, тем понятнее он для большинства людей. Для простого человека неважно в исполнении, чего бы прошел круглый стол, о котором говорится в заявлении Министерства финансов. Говоря чиновничьим языком, основания. На каком основании прошел круглый стол, никого не интересует. Людей больше интересует, на что был направлен круглый стол. Что там обсуждалось. То есть, к какому результату пришли и какие в дальнейшем будут шаги. Если вы обратите внимание на второй скрин. Это скрин из заявлений Хакимята города Ташкента. Мы, кстати, о нем сегодня будем говорить много. И позитивно, но и не очень. Но здесь в позитивном ключе, если вы обратите внимание, во-первых, их заявление разделено на абзацы. Что упрощает намного восприятие текста. Во-вторых, здесь язык очень простой. Понятен любому, наверное, человеку, кто умеет читать. И, кстати говоря, я бы хотела здесь заметить, что данное заявление было сделано в тот период, когда пресс-служба Хакимята наняла на работу команду Кирилла Альпмана, о котором мы говорили раньше. И данная команда очень даже хорошо справлялась со своим заданием. Здесь само по себе напрашивается вывод, что чем проще язык, тем лучше. Следующим важным таким пунктом я бы хотела отметить, что нужно говорить с общениями, в том числе с так называемыми врагами нации и народа. Долгое время в Узбекистане в упор не хотели разговаривать ни с правозащитниками, ни с правозащитными организациями. Это были те люди, чьи имена нельзя было произносить. Или можно было произносить шепотом. Но с недавних пор мы начали общаться с правозащитниками и правозащитными организациями и приглашать их на различного рода мероприятия. Более того, мы начали совместно с ними организовывать данные мероприятия. И наоборот, данный шаг показывает, что государство готово к сотрудничеству. Оно готово к изменениям, и оно готово работать над собой, над своими ошибками. Также это дает положительные плоды, потому что страна, в частности Узбекистан, по моему мнению, сейчас начинает потихоньку избавляться от статуса изгоя международного сообщества. Здесь на фотографиях вы видите Стива Свердлова. Первая верхняя фотография – это представитель Human Rights Watch. Затем это Шахрат Ганиев, один из известных правозащитников Узбекистана. На этом с ним как раз, кстати, Стив Свердлов сидит. И представитель Коппинг-кампейн Беннет Фримен, который приехал, кстати, недавно, в феврале 2020 года. Вы знаете, Коппинг-кампейн объявил хлопковый бойкот у Забекистана, но его прогласили на круглый стол. Он выступал, и, в принципе, очень даже положительные были отзывы. Таким образом, можем увидеть, что общение с так называемыми врагами, как я сказала, оно, ну, ничего страшного в этом нет. Наоборот, с ними нужно общаться и избавляться уже от этого статуса изгоя. Как следующее, я бы хотела сказать, что важно помнить, что коммуникация – это не только общение через СМИ. Коммуникация – это еще и ивенты, которые могут положительно повлиять на имидж гонфоргана. Например, здесь на первой фотографии вы можете увидеть гонишника, который дарит цветы женщине. Этот ивент, этот шаг, скажем так, был сделан в честь 8 марта. Вы знаете, у гонишников не очень-то хороший имидж, особенно у нас в стране, но потихоньку их образ немного улучшается с каждым годом. Также здесь видите скрины от мероприятий Хачинята города Ташкента, фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек, также шоу дронов. Нужно сказать, что Хачинят в последнее время очень даже активизировался и проводит различные такого рода позитивные ивенты для населения. Оно вовлекает народ Ташкента в такие вот мероприятия, и тем самым оно улучшает, можно сказать, свои имиджи. Но здесь хотелось бы обратить внимание на то, что имидж руководителя влияет на имидж всей команды. В особенности у нас, где государственные органы, они очень персонифицированы. То есть госорган, он связан с руководителем, и так или иначе имидж руководителя, он по-любому влияет на всю команду. Здесь нужно отметить, что пресс-служба, она должна работать, подготовить руководителей своих к всякого рода встречам и мероприятиям. Здесь на скриншоте показан Хаким города Ташкента, Джахангеран Таханжаев. К сожалению, качество не очень, потому что это скрин из видео. Здесь на видео можно увидеть, как он разговаривает, очень грубо разговаривает с женщиной, которая бы просила помощи у него. При всем при этом он стремит еще и у гури. Я хочу сказать, что такого рода имиджи, потрясательный имидж руководителя, он, не знаю, он может вообще все, что делает пресс-служба положительного, может пойти к отоподхоз. И здесь необходимо отметить, что руководители госучреждения, они должны прислушиваться к своим пресс-службам, к своим пресс-секретарям, потому что они специалисты в этом деле. Им лучше, не знаю, им виднее, как лучше общаться с населением. Далее я здесь выбрала три скриншота, что важно помнить, что не стоит лишний раз раздражать общественность. Здесь на первом скрине вы можете увидеть слова бывшего министра финансов Джамшида Пучкарова, где он говорит, что семья, которая потребляет 300 кВт в час, она вообще не нуждается ни в какой господдержке, и им, в принципе, не нужно помогать. Данный его тон, и то, что он сказал, негативно немного повлияло на его имидж, и весь интернет, наверное, обсуждал его с негативной точки зрения. Второй скрин, он посвящен заместителю-председателю ГНК, который, мне уже говорило, что ГНК обнародовало проект законно, и один из блогеров, Хушмудбек, он написал, что это может вызвать ряд негатива, точнее, ряд проблем, на что Амдулла Азизов, зам-председателя ГНК, начал, сделал пост, сделал напал на Хушмудбека, что тот вообще сам ничем не занимается, не знает, чем он занимается. Более того, он сделал еще второй пост, который посвящен Макаренко, другому блогеру, также обвинив его во лжи. Здесь я бы хотела отметить, что такими своими нападками, ответом негативом на какую-то критику, он нажил себе врагов не только в лице двух этих блогеров, но еще всех их подписчиков. Поэтому чиновники в госучреждении должны быть очень бедительны и очень осторожны в своих выражениях, чтобы не вызывать дополнительный какой-то негатив среди населения. Дальше я бы хотела остановиться на том, что слово не воробей вылетит в запишу. Чиновникам пора свыкнуться с тем, что у людей, практически у всех людей есть гаджеты, в любой момент их могут записать и на видео, и на аудио, и самое главное, люди перестали бояться. здесь я привела два скрина, два примера, точнее, на первом это за аудиозапись Хакима города Ташкента, где он угрожает журналистам и блогерам, говорит, что если он захочет, он может избавиться от любого из них, с легкостью позорить любого из них, и данная аудиозапись, она была распространена во всех социальных сетях, и, конечно, уже не могла не повлиять очень негативно на имидж Артахаджаева и в лице его всего Хакимята. Конечно, пытались как-то загладить это, пытались сказать, что это вырвано из контекста, но затем оказалось, когда они публиковали полный контекст, что он еще хуже, чем предыдущая аудиозапись. Второй пример это Шарзот Кудрат Хаджаев. Здесь скрин от видео, где он требует от русскоговорящей женщины говорить с ним по-узбекски и кричит на весь район я-ту-яд, что намекает на то, что она не говорит с ним на языке большинства населения. После этого видео Шарзота Кудрат Хаджаева вообще обвиняли в меценализме, естественно, все его облили негативом и матом, а его слово яд вообще превратился в негативный мем. До сих пор все используют его. так что чиновникам нужно помнить, что в любой момент их могут записать и на видео, и на аудио, поэтому будьте длительны. Еще один мой любимый пример. Можно помнить, что представитель каждой структуры должен понимать ее сущность, также он должен разделять ее ценности. Здесь я привела два примера. Первый. Давайте начнем со скриншалта с экологической партии. На предвыборных дебатах в декабре 2019 года экопартия здесь выступала за оставительство АЭС. Это то же самое, если Greenpeace будет выступать за развитие зоопарков животных, если Greenpeace будет выступать за вырубку деревьев и всего в этом дуче. Это, конечно же, полный трэш. Второй пример, он больше связан с партией из Ледек. Здесь нет скриншота, потому что данная цитата была сделана во время встречи. Они приходили к нам на работу в целях агитации нас, что мы проголосовали за их партию. Здесь я бы хотела рассказать немного предысторию. Как раз недавно до этого появилась та аудиозапись Артухаджаева, о которой я говорила до этого, та скандальная аудиозапись, АУЗМИДЭП выдвинул кандидатуру Артухаджаева на пост депутатов. И вот когда они пришли на встречу, я забыла им вопрос, не боятся ли они испортить себе репутацию, на что представители УЗМИДЭП ответили, ну, если за нас им проголосует, значит, это судьба. Именно в этот момент я решила, что я ни в коем случае не буду давать свой голос за УЗМИДЭП. Я думала, я проголосую за экологическую партию, но она потом выступила за АЭС, я подумала, ну, значит, не судьба вообще голосовать за кого в году ни было. Здесь важно помнить, что маленькие детали играют большую роль. Здесь я бы хотела вас попросить, что здесь не так. вы можете здесь в комментариях написать. Я думаю, в принципе, узбекские мои коллеги, они узнали данную фотографию. Я больше жду комментариев от коллег из других стран, из Казахстана, Кыргызстана, если есть, из Таджикистана. Данная фотография вообще она разлетелась и она стала такой резонансной, я бы сказала. Да, очень даже верно. Данная фотография, она была сделана в январе, когда было очень холодно, минус градусов. В принципе, можно это увидеть и по взрослым людям, особенно по Хакиму, который разламывает лепешку в шапке, не знаю, в шубе и еще в свитеру или что. и девочка, которая раздает хлеб в летнем платьице национальном. Еще здесь нужно отметить, что вот этот материал атлас, он вообще притягивает холод. Я не знаю, как она стояла здесь на холоде. за тем, кстати, Хакимят Ферганы, он пытался оправдаться, они начали писать, что девочка стояла всего лишь на морозе две минуты, затем ее завели в здание, что это ошибка прислужбы, что она не углядела публикацию данной фотографии. это, конечно, вызвало еще больше резонанс, потому что лучше бы они вообще не отвечали на этот комментарий. Так, и самый мой последний слайд, вообще мой любимый пример, наверное, важно помнить, что скромность украшает человека. Здесь я привела два скриншота, два примера. Вот в первом говорится, что Узабек Назарбеков посвятил песню президенту и его выступлению. Узабек Назарбеков узбекский известный перед. Все здесь казалось бы нормально, нет проблемы в том, что кусты посвящают песни президенту и другим людям. Все бы ничего, если бы Узабек Назарбеков не был министром культуры. Более того, все бы еще ничего, если бы эту песню не опубликовала про службу президента. У меня в этот момент, когда я увидела данную новость, просто возник вопрос, зачем? Зачем монеты сделай. Я шутила со своими друзьями, что я бы поняла, если бы они публиковали песню скажем Snoop Dog или Scorpions, если бы они посвятили песню президенту и возможно они бы публиковали, то более-менее окей. Но публиковать песню себе же, причем своего же министра это как-то как минимум не комиссия. Второй скриншот просто он не требует комментариев, вы можете сами прочитать текст. Это последний абзац после выступления президента на сайте про службу самого президента. Вот можете прочитать текст. глава нашего государства какую бы сферу не рассматривал, какое бы решение не принимал. Что там он всегда руководствуется соображением благосостояния простых людей. Я здесь точно не буду комментировать. Спасибо, это был последний пример. Надеюсь, у вас возникли вопросы. я жду ваших вопросов, мне обещали их скимовать. А пока я бы хотела кстати сказать, что здесь оказывается появился один вопрос. Скажите, пожалуйста, где грани между формированием имиджа и пропагандой? Спасибо за вопрос. хорошая заметка. Пропаганда она как вам сказать, она больше направлена на то, чтобы вы приняли ту позицию, которая нужна стране, государству. И в пропаганде больше такие призывы за Родину, за президента, за того, за этого. А формирование имиджа больше показывает то, что вы делаете. Там формирование имиджа вообще в принципе в большинстве случаев не используйте лучше. Это просто то, вы делитесь своим видением того, что вы делаете. я надеюсь ответил на ваш вопрос. Должен ли быть какой-то кодекс поведения в социальных сетях для сотрудников госорганов? Должны ли быть ограничения для сотрудников госорганов? Да, я бы здесь хотела сказать, что чиновники должны понимать, что раз они вступили на государственную службу, то они представляют тот орган, в котором они работают. То есть если ты министр народного образования, то любое твое слово будет восприниматься так или иначе от имени министерства. И вот я приводила пример по поводу заместителя председателя ГНК, который в своем фейсбуке обрушился с негативом на блогеров. В принципе, в конце он написал его личное мнение, но никто не воспринял его мнение как личное, и более того, все те же самые блогеры, они обрушились именно на ГНК. поэтому не стоит забывать, что если вы работаете на госслужбу, то вы уже тот орган, где вы работаете. И, кстати, был такой пример очень негативный, скажем так, когда дочь Хакима города Ташкента, опять его пример, Артек Хаджаева, она выложила в соцсети, в Инстаграм все, что, не знаю, все, чем владеет ее отец, компания, дорогие машины, какие-то вебилоны и так далее. Я думаю, что сотрудники госучреждения, особенно руководители, должны как-то грубо говоря пристрелиться членов своих семей тоже, потому что в зависимости от имиджа их семьи также зависит их имидж и имидж органов, в котором они работают. Еще раз давайте объясню, как можно преодолеть персонифицированность госструктур, которая постоянно угрожает имиджу систем. Это очень, не знаю, сложный вопрос, особенно в наших странах, потому что так или иначе я думаю, на долгие годы персонифицированность госструктур она будет присутствовать. Наверное, опять-таки нужно думать о топ-даун approach, то есть пока не появится вот этот bottom-up approach, наверное, нужно это начинать сверху, чтобы, не знаю, как-то отделить руководителя от самой системы, потому что у нас даже госсистема, она тесно связана с президентом. Нужно внедрять людей, что политическая система, она должна работать вне зависимости от руководителя. То есть здесь уже руководитель должен обходить на второй план. Наверное, этого нельзя добиться, не применив тот же самый top-down и прочее. Так, здесь вопрос. Как вы думаете, какие меры нужно предпринять, чтобы таких конфликтов между блогерами и чиновниками было меньше? Ну, наверное, во-первых, нужно больше общаться чиновникам с людьми, и, как я уже говорила, чиновники на любой негатив, они не должны реагировать с негативом, потому что, понятное дело, публичная персона, у публичной персоны всегда есть свои критики, и на критику нужно, ну, как сказать, отвечать нормально, и смотреть на нее нужно позитивно, потому что, если человек что-то критикует, здесь важно отметить разницу между критикой и критиканством, то есть критика, она в по большей степени конструктивная, если тебя критикуют, значит, ты что-то где-то упустил, значит, что ты просто должен пересмотреть свою политику, пересмотреть те действия, которые ты делаешь, и просто стараться избегать таких действий. Более того, я бы хотела здесь отметить, что чиновники должны уметь просить прощения, точнее, извиняться за свои поступки. Был хороший пример, я, кстати, когда делала презентацию, его приводила, но потом убрала. Пример с Шарзотом Шарматовым. Вы знаете, что сегодня проходят онлайн-уроки по средствам телевизора, и, естественно, допускаются там некоторые ошибки. Многие люди начали критиковать, что вы учителя, что за ошибки и так далее, на что министр народного образования Шарматов, он сделал пост, сказав, что есть ошибки, да, мы не успеваем смотреть, потому что в день записывается очень много роликов, но мы над этим будем работать. Вот так, я думаю, что вот так нужно и признавать ошибки, и отвечать на них очень конструктивно. Ни у кого не возникнут вопросы и желание дальше с ним как-то спорить или отвечать негативом, поэтому очень важно, чтобы чиновники не умели признавать свои упущения. То, что блогеры ассоциировали с ГУАЗИЗом и ГНК, можно не считать персоединяющим органом? Да, безусловно, потому что я же сказала, несмотря на то, что он написал в конце поста, что это его личное мнение, никто не воспринял это его личным мнением и все обрушились с критикой именно на государственный налоговый комитет. И все говорили, что ГНК даже не дослужился извиниться и извиниться за своего зампредседателя. Кстати, у Макаренко был пост, что пресс-служба ГНК должна обращать внимание на руководителя, и не должна прийти допускать, чтобы он не так себя вел. Законопроект, да, сняли с обсуждения, но в то же время нужно понимать, что осадок, он остался, осадок у людей, он, наверное, не уйдет еще долгое время, возможно, до тех пор, пока не уберут из вас поста или из ДНК вообще. Пока вы пишете свои вопросы, я бы хотела напомнить, что будут еще семинары. Следующий семинар, если не ошибаюсь, 23 апреля, то после завтра будет выступать Роман Вакульчук. Кстати, это один из тренеров в моей школе аналитики. Я думаю, будет очень даже интересно. На примере каких стран можно изучать правильную коммуникацию госструктуры с населением? Я бы сказала, что не стоит изучать ее на примере авторитарных стран. В принципе, если взять западноевропейские страны, то у них коммуникация вот эта вот как раз она очень грамотно постойная. Да, люди, то есть эти госорганы, они могут как-то соперничать друг с другом, чтобы перетянуть население и обратить внимание на себя, или там не знаю, партии политические могут широкие компании информационные проводить, чтобы перетянуть население туда или к себе. Но в целом у западноевропейских стран, в принципе, и у штатов коммуникация с населением она очень даже правильно построена, ну, рамотно построена. и там нужно понимать, что госорганы, они более открыты, СМИ более открыты, и люди вообще не боятся ни критиковать, ни публиковать какие-то скандальные материалы. И более того, нет самоцензуры у западноевропейских стран, потому что у нас даже если будут какие-то скандальные материалы, но чистые из-за самоцензуры, многие не публикуют их. Ну, можно даже вспомнить пример из той же самой скандальной аудиозаписи у Арта Хаджаева, когда Кунус сначала опубликовал эту аудиозапись, а потом не знаю, может быть, испугался, может быть, их как-то с ними поговорили не так, затем они отказались от этой аудиозаписи, безвинились и уже был нанесен угон репутации самого Кунуса тоже. Кстати, наверное, есть, есть ли у чиновников страха толпы? Наверное, есть, потому что долгие годы чиновники, они никак вообще не выступали перед населением, если даже выступали, то за закрытыми дверьями, без какого-либо СМИ, было такое внегласное правило, чтобы они лишний раз не светились на камеры, и, возможно, вот этот вот, как сказать, закрытость, да, она оставила все-таки отпечаток в мышлении чиновников, потому что они не знают, что говорить, они не знают, как общаться элементарно с простыми людьми, потому что если даже они начинают говорить, как я уже приводила пример, такими высокопарумными словами, вот, во исполнении президента, президент получил поручение какое-то, номер какой-то, они еще не умудряются называть номер ребяту. Да, скорее всего, вот эта вот закрытость, она все-таки наложила свое отпечатание, и, возможно, чиновники боятся населения, но здесь все еще зависит от кадровой политики, я бы сказала, потому что сейчас по-немногу кадры, они в госструктурах меняются, они омолаживаются. Тот же самый не знаю, Шерзок Кудбеев, например, он очень молодой, он в свое время был самым молодым министром у нас в Запкистане, и вот эта вот свежая кровь, она все-таки дает о себе знать, потому что он умеет общаться, любит общаться, более того, Шерзок Шарматов, кстати, он отучился в европейских странах, ой, он отучился в штатах, если не ошибаюсь, в штатах мы знаем искусство говорить очень высокое, и там он приобрел, наверное, лавыки общения с людьми, с людьми, он вернулся, и вот, когда его назначили министром народного образования, то все пошло более-менее гладко, скажем вам. Всем пока, было очень неприятно поработать, мой первый вебинар, поэтому проще строго не судить, до встречи. поднялся, вебинар, вебинар, он